У Муромском наркодиспансере огромные очереди. Уже завтра, 22 ноября, заработает новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители. Справка от нарколога вместо 200 рублей будет стоить 4300 рублей. Откуда взялась такая огромная сумма? Об этом в сюжете нашего корреспондента. Два дня муромские автомобилисты штурмуют наркодиспансер. Край очереди виден еще на подходе к зданию. А все потому, что с 22 ноября стоимость справки должна вырасти в 21,5 раз. С 200 рублей до 4300. Здесь очередь такая, которой не было никогда в жизни. Все там проходить комиссию, везде одни балабасы. Приказ вышел еще 10 сентября. Чтобы не допустить к управлению автомобилями наркоманов и алкоголиков, на медкомиссии с 22 ноября по всей стране полагается брать на анализ мочу и кровь. Мочу будут брать для определения вне психоактивных веществ, то есть следов употребления наркотиков. А кровь на определение карбогидрат дефицитного трансферина, СДТ. На стоимость введенных услуг влияет то, что оборудования, на котором можно сделать анализ СДТ, в муроме просто нет. Поскольку в настоящее время у нас этого аппарата нет, мы вынуждены заключить договор с Нижегородским государственным областным наркологическим диспансером. Единственное, что в Муроме могут обследовать, так это мочу на содержание наркотических веществ. Наркотические и психотропные вещества мы тоже будем определять в моче в два этапа. Это предварительное химико-токсиологическое исследование, которое мы будем на нашей базе проводить с помощью анализатора рефлеком, с помощью тест-полосок наркотики. И будет окончательное подтверждающее химико-токсиологическое исследование, которое мы, значит, если мы определили у нас, мы мочу упаковываем специальным способом и отправляем в бюро судебно-медицинской экспертизы в город Владимир. И там уже подтверждает наше исследование, что действительно в организме человека находились наркотические вещества. Но вопрос остается открытым. Почему стоимость тестов так высока? И в следовании крови на алкоголь мы должны будем заплатить нижегородскому областному диспансеру 3000. И у нас стоимость реактивов. По сути дела, врач получает небольшие суммы, а все это складывается из стоимости тех реагентов, которые идут на алкоголь и на наркотики. Тест-полоски. По данным ГИБДД, только с начала года в Муроме было выдано 8506 водительских удостоверений. А в следующем, по подсчетам полицейских, ожидается просто бум замены прав. Всего будет заменено в этом году по прогнозу 12606 водительских удостоверений. То есть 8506 это те, которые получили вновь. А замена будет большее количество людей, планируется, потому что этот год и как раз переходной 10 лет, когда в основном была замена старых водительских удостоверений. То есть в этом году само по себе очень большой наплыв граждан именно по замене водительских удостоверений. Планируется, что из 4400 рублей, которые обяжут потратить каждого автолюбителя, лишь 200 рублей придется на сам прием врача-нарколога. Остальные средства получат продавцы тест-полосок и владельцы Нижегородской лаборатории. За год эта сумма составит почти 50 миллионов рублей. И это только от муромских автолюбителей. Последним остается надеться лишь на 30-процентную скидку при оплате госпошлины за замену прав, которую предоставляет сайт Госуслуги. Ольга Кирешина, Екатерина Задовская, Алексей Капотов, Александр Симонов. Новости Муром.